На Кубани выявлен опасный карантинный вредитель – коричнево-мраморный клоп. С 1 июля 2017 года насекомое внесено в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Мраморный клоп опасен тем, что губит фруктовые и овощные культуры – зерновые и рис. В соседних Абхазии и Грузии в прошлом году вредитель уничтожил до половины урожая фундука, персиков, мандаринов и хурмы. В этом году мраморный клоп добрался и до нашего края. Зафиксирован случай обнаружения этого насекомого и в Славянском районе. Как узнать вредителя и какие меры предпринимать по его уничтожению, смотрите в следующем материале выпуска. Вот они, массовая зимовка. Вот они сейчас будут все активизироваться. Эти съемки сделаны в марте этого года в районе Сочи. Там из-за угрозы распространения нового опасного вредителя введен режим чрезвычайной ситуации. На Кубань мраморный клоп, скорее всего, был завезен с территории Абхазии. В связи с этим Россельхознадзором введено временное ограничение на ввоз под карантинной продукции. С марта месяца текущего года Федеральная служба Россельхознадзора сделала ограничение на ввоз всех цитрусовых, именно ручной клади, из республики Абхазия. То есть вся продукция, которая идет в ручной клади, досматривается согласно федеральному закону. Сейчас клоп находится на зимовке. Насекомые прячутся внутри пней, стволов, хозпостройках, проникают в дома через щели, подсайдинг. Необходимо на своем участке произвести тщательный осмотр всех укромных мест, провести очистку стволов деревьев от неживых слоев коры. Самый эффективный способ борьбы с клопом – собирать вручную и сжигать. Уничтожение одного клопа означает гибель последующих поколений. Плодовитость у этого вредителя очень большая. Дает он целых три поколения в год, начиная с третьей декады апреля до первой декады ноября. То есть он успеет повредить большое количество культур. Если у нас с хозяйствами проблем не будет, обработки проводятся, у них гранатуринская служба хорошая, то стоит опасаться частному сектору. Поэтому будьте внимательны, смотрите за этого клопа в случае необходимости обрабатывать. Когда среднесуточная температура поднимется до 15 градусов тепла, начнется массовый вылет насекомого. Его атаке подвергнутся почти все растения – от плодовых, зерновых, риса до декоративных. Клопы делают проколы поверхности плодов или листьев и высасывают сок. Плод замирает в развитии, сохнет или гниет. В нашем районе уже был зафиксирован случай обнаружения мраморного клопа. У нас, значит, пока его массовый вылет не начался, когда будет температура среднесуточная около плюс 15, тогда начнется массовый вылет клопов. Значит, будет где-то две недели допитывания, а потом начнется яйцекладка. К нам, прежде всего, будет вредить этот частный сектор – это плодовые. Практически все плоды, плюс орехоплодные, будут также вредить овощным культурам. Если хозяйство – это зерновые, соя, рис, пропашные культуры. Если в общем сказать, то более 300 растений являются для него кормовыми. В Россельхознадзоре прогнозируют, что ущерб сельскому хозяйству южных регионов России, Краснодарский край, Ставропольский, Юг Ростовской области и Крым в 2018 году от коричневого мраморного клопа может составить до 2 миллиардов рублей. В разной степени вредитель может затронуть 18 областей России. Сейчас научно-исследовательским институтом карантина растений, Федеральная служба Россельхознадзора и многими институтами проводятся мероприятия по изготовлению средств защиты для уничтожения данного карантинного вредителя. Чисто без биологических собратьев, которые его уничтожают, на настоящий момент еще нет. Поэтому все посевы и кукурузы, и сои, сады нужно обрабатывать средствами защитами. Для того, чтобы была эффективность обработок, нужно использовать феромонные ловушки на мраморного коричневого клопа, которые собирают его и будут проводиться точечные обработки. Обработки пестицидами против взрослых особей клопа проводятся в вечерние часы, когда летная активность вредителя снижается. Если численность вредителя высокая, то через 5-8 дней проводят вторую обработку. При необходимости проводят третью обработку в период появления личинок второй генерации. По всем вопросам борьбы с мраморным клопом можно обратиться в филиал Ростельхозцентра или Управление сельского хозяйства по Славинскому району. Телефоны 405-27-238-45. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».